Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграмм канал о Маркетс, где на ежедневной основе мы публикуем большое количество аналитического контента. Ну что ж, текущая торговая сессия по экономическому календарю, собственно, выделить нечего. Ждем спокойно закрытие этой недели, хорошо отдыхаем. Друзья, в понедельник я вас снова ожидаю на финансовых рынках. В понедельник у нас несколько эфиров и мы, конечно же, посмотрим вперед на те фундаментальные события, которые будут по плану. Будет очень много статистики по штатам, снова по фунту, по английской экономике, по канадцу. Фунт и канадец – это те активы, которые мы до сих пор держим в нашем торговом портфеле. Торгуем как парой фунт-доллар, так и парой доллар-канадец. Ну а пока что давайте еще раз охватим таким широким взглядом, что у нас в моменте есть на финансовых рынках. Начнем с черного золота. Бренд 7083. Вчера котировки бренд и WTI предприняли попытку забраться повыше, но я все-таки предупреждал, друзья, что сейчас фон, который в моменте есть на финансовых рынках, он больше располагает к тому, чтобы этот сектор просел. И котировки бренд и WTI отступили еще ниже. При этом я хочу выделить несколько факторов, которые будут потенциально оказывать давление на цены. Это всем известная уже тема призыва США в отношении стран ОПЕК+, значительно увеличить объем нефтедобычи. Это понятно, что США нуждаются очень сильно в дешевом бензине. Чтобы у них был дешевый бензин, нужна, конечно же, дешевая нефть. И вообще цены на топливо на американском рынке – это один из основных моментов, которые формируют положительное отношение нации к действующему политическому курсу. Если цены на нефть, на топливо растут на внутреннем рынке, это проблема. И эту проблему начинает связывать в данном случае с Байденом. Если мы посмотрим сейчас популярность американского президента, то в последнее время она снижается. Ну, я думаю, что выводы сами можете сделать. Почему ни с того ни с сего Белый дом начал транслировать такую позицию в отношении стран ОПЕК+. Другие факторы тоже негативного характера – прогноз Goldman Sachs о том, что спрос на нефть будет снижаться. Это логично приведет к тому, что просядут и цены на нефть. Мне понравился этот прогноз не просто какими-то конкретными ориентирами, докуда что может достичь, но и текущими фактами, которыми я хочу с вами поделиться. Так вот, в августе-сентябре общий спрос на нефть в мировой экономике составил 97,8 миллиона баррелей в сутки. И это, друзья, очень сильно контрастирует с тем, что мы видели в июле. Ну, август и сентябрь – это прогноз еще. В частности, я считаю, что на основании тех цифр, которые мы видим сейчас в августе, реальные показатели, может быть, даже хуже, чем тот, который обозначили в Goldman Sachs. А вот в июле спрос на нефть составил 98,4. То есть 97,8 и 98,4. Здесь откровенно нисходящие тенденции. И вчерашние доклады Международного этического агентства и ОПЕК. Международное этическое агентство прогнозирует, что спрос на нефть снизится в этом году на 100 тысяч баррелей до 5,3 миллиона. Что касается ОПЕК, здесь стоит отметить, что эксперты данной организации не стали пересматривать прогноз спроса, но значительно повысили прогноз роста добычи в странах вне ОПЕК. И как бы в сухом остатке у нас получается. Мировая экономика, которая накрыта по-прежнему риском ухудшения ситуации с ковидом. Вы понимаете, что это потенциально то, что может сказаться на спросе. И подтвержденный прогноз снижения спроса от Международного этического агентства. И потенциальный рост нефти добычи в странах вне ОПЕК по докладу ближневосточного картеля. И из этого стоит сделать вывод, что предложение на самом деле будет не таким уж и ограниченным, как предполагалось ранее. И при еще более негативном развитии событий мы легко можем увидеть поход котировок гораздо ниже 70 долларов за баррель. Я признаться, сейчас вне сделок, но если вам интересно все-таки, какую тенденцию сейчас лучше выбрать и какого направления придерживаться, все-таки короткие позиции, на мой взгляд, будут в приоритете. Индекс американского доллара 92.95 повторяться не буду. Я очень много вчера говорил про доллар и лишь тезисно отмечу, что то, что мы видим в плане ковида и пандемичной ситуации в США, то, что мы помним на основании выхода данных по инфляции и делаем вывод о том, что замедление темпов роста индекса потребительских цен – это база в принятии решений для Федрезерва не торопиться с решением, которое предполагает ужесточение монетарной политики. И в частности, мягкая, на мой взгляд, риторика ФРСа на основании мягкой риторики Джерома Паула – это пока что костяк идеи того, почему доллар не нужно выкупать. Потому что мы до сих пор, друзья, ну давайте называть вещи своими именами, до сих пор не можем точно понять, созреет ли американский регулятор к решению, которое предполагает изменение денежно-кредитной политики. Будем ждать конкретику, она появится, должна появиться уже меньше, чем через две недели на банковском симпозиуме в Джексон-Холле. Вот до этих пор я буду смело шортить индекс доллара, ожидая каких-либо уточнений от Федрезерва уже по факту публичного выступления Павла. Золото постепенно восстанавливается, 1755, скорее всего, 1800 увидим. Британская валюта 1.3813, накануне вышел довольно неплохой отчет по ВВП. Все в соответствии с ожиданиями за второй квартал 4.8% с прошлого снижения на 1.6%. Ранее я говорил, что у английской экономики сейчас очень хороший бэкграунд для восстановления из-за того, что ковидная обстановка не такая острая и опасна, как во многих развитых странах. Высокие показатели вакцинации, открытые границы для туристов из Европы и США, да и статистика в целом. Последние три недели я даже не припомню ни одного отчета, который разочаровал бы. Поэтому я склонен полагать, что британская валюта в ближайшее время может дисконтировать преимущество более раннего ужесточения политики. И буду ждать сигналы от Банка Англии на следующий и позже период. Соответственно, ставка в лонг остается. Цели 1.40. Доллар канадец 1.2514. Цели 1.24. Американский фондовый рынок все ближе к цели, друзья. 47 пунктов остается до нашего заветного профитного ориентира, который принесет солидную доходность по итогам последнего года, потому что мы СНП покупали с очень низких уровней. Сезон отчетов квартальной деятельности компании за прошлый квартал инфраструктурный проект и слабая инфляция, которая повысила вероятность сохранения мягкой экономической политики Федрезерва. В этой связи лонг остается актуальным. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока.